всем привет если интересно садись расскажу как я заливала эпоксидное море и так берем фанеру 12 миллиметров у нас размер метр шестьдесят на метр шестьдесят квадрат такой или подождите прямоугольник нет прямоугольник забыла уже прямоугольник метр шестьдесят на метр двадцать до для этого я грунтую его акриловым грунтом белым видите вот под краской и клиентка заказала чтобы море было рассветное то есть основной для нее приоритет был желтый фон вот здесь вот в рисую горизонт желтый фон перетекающие в небо теми же красками что и небо но только добавляю более синий и бирюзовый так что условия клиентки тоже было чтобы бирюзовый был более насыщенный и прорисовываю стык в стык к желтому горизонту далее ухожу в глубину самого моря и делаю рельеф стык к песку прорисовываю более растяжки четкие видите кисточка у меня грубая кстати палитра тоже из эпоксидной смолы это был первый слой подмалевки теперь дублирую второй слой и замешиваю эпоксидную смолу работайте всегда в маске и в защите я в перчатках и конечно нужно бы еще фартуки но я знаю как работать с эпоксидной смолой замешиваю три цвета голубой насыщенный голубой такой мятно бирюзовый и белый и прозрачный видите оставила венчик с эпоксидной смолой на зоне где песок будет чтобы стекали излишки эпоксидной смолы чтобы ничего нигде не пропадала хорошо перемешиваю пигмент посмотрите я прям долго и тщательно перемешиваю каждый цвет потому что это спасет вас от лишних проплешин не застывших кусочков которые потом нужно будет вышлифовывать и перекрывать заново если где-нибудь акрил не достыл сушить из строительным феном видите как я сейчас прохожу у меня есть лужицы которые не застыли и так замешала цвета опять таки у меня три цвета белый голубой и бирюзовый и начинаю с песка я замешала более такой мягко желтый на белой основе то есть у меня был горчичный желтый цвет я его через белый укрыла теперь проливаю море начинаю с темного по краю неровная первая волна у меня идет видите насыщенно такая голубо-синяя не обязательно соблюдать ровный край делать посмотрите на все фотографии в море они берег неровный всегда берег всегда рельефный и чем больше изгибистей тем более натуральным будет у вас волна но в горизонте у меня ровная ровная линия и чуть-чуть вот там вот растяжка желтого как блики солнца убираю пузыри вот так вот прогреваю строительным феном пузыри можно еще убирать горелкой но моя где-то сломалась поэтому убираю пузыри вот таким способом таким способом мы можем не только убирать пузыри а размягчать смолу то есть если вам нужно более жидкая структура смолы вы можете пройтись аккуратно строительным феном или горелкой и смола будет податливая и будет растекаться как вам нужно для этого я как раз и прохожусь по всему морю чтобы у меня хорошо перетекал белый и образовывал пену пузырчатую чтобы было максимально натуральное море хорошо хорошо просушиваю прям по всему периметру вы видите и я работаю сейчас в зоне только моря я не перехожу в зону где облака видите туда не заходит у меня эпоксидная смола пока это кстати второй слой заливки то есть был первый песок он высох теперь я залила море просушу его он тоже высыхает и буду на него рисовать белыми прожилками а теперь проливаем море это самое веселое есть одно правило что первая волна которая стык с берегом это должна быть самая жирная волна то есть самая жирная заливка дальше посмотрите абсолютно неровно хаотично я иду на уменьшение к горизонту то есть первую волну самую жирную делаем потом поуже и уже в ниточку уходим к горизонту хорошо прогрев у меня будет смола перетягивать пузырьками мою пену и самое веселое теперь начинается это раздуваем феном чтобы у вас хорошо перетекала пена сначала начните с маленьких вот которые с тоненьких горизонта и раздуйте их вот таким вот прямым потоком то есть прямо держать фен тогда у вас будет более широкое поле для ячеек потом потом вы прорисуете более четко и более тонко сейчас это первая первая моя волна я планирую сделать еще три волны сверху и я хочу растянуть прям максимально пенку к горизонту ведь волна у нас бьется к берегу и пена уходит вдаль в море поэтому я еще раз прохожу строительным феном чтобы разогреть и хорошо пеночка раздулась и главное правило это когда вы растягиваете белый цвет фен должен лежать под углом где-то наверное 40-25 градусов и тогда голубой будет находить на белый и будет образовывать вот такие вот прожилочки видите и такие ячеечки это самый главный эффект который нужно знать при заливке моря вот вы видите у меня две волны первая которая на песочек набежала и вторая сверху такая же по принципу и все перекрыто смолой надеюсь вам понравилось и было полезно